Ребята, всем привет! Знакомьтесь, Фитонастя. Привет! Сегодня будем обсуждать плюсы и минусы жизни в Варшаве, которые мы успели заметить во время пребывания здесь. А если будешь начинать? Ну да. Первое, что я хочу сказать, это то, что... Ну, хоть все и считают, что менталитет в поляках очень похож на украинский, но всё равно можно почувствовать разницу, когда ты здесь ходишь. Люди здесь очень приветные, всегда здороваются, абсолютно ничего не стесняются, как в спортзале, например, переодеться при всех. Ну, или там спростить просто дорогу или ещё что-то. Короче, отличаются люди немножко. Я бы к плюсам, скорее всего, отнесла транспорт. Здесь транспорт приходит по времени. Ты смотришь, есть программка, я вам её в описании скину. Ягдаяля называется, вы по ней смотрите, когда приходит автобус или трамвай, и идётесь спокойно на остановку, а не так, как у нас приходишь, 3 часа ждёшь маршрутку, а её нету. А ещё у них климатизированные автобусы, трамваи. То есть зимой идёт обогрев, а летом кондиционер. Даже встаньки в таких. Да, даже встаньки. Ну, также к плюсам я бы отнесла то, что здесь очень, в принципе, спокойная жизнь. Сейчас мы живём в районе Биланы. Ну, это довольно-таки тихий, спокойный спальний такой район обычный. И раньше, хотя я жила в центре, недолго, конечно, но хочу сказать, что жизнь там не так спокойная. В принципе, ну, как центр, в принципе, везде там бурная жизнь такая, люди постоянно какой-то спешат. Но хочу сказать, что абсолютно у всех районов, да и в Польше, абсолютно чистыми, где ты ничего не видишь, убирают за собаками. Ну, в большинстве случаев убирают за собаками. Иногда, конечно, можно строить такую неприятность. Ну, а так всё норме. Да, это точно не отреза на животных. Да, абсолютно не это, да. Я очень люблю дома кормить сосисками собачьих, например, котиков. Но тут, ну, приходится самой их есть. Так, что ещё к плюсам? К плюсам, наверное, работа. Я вам также скину в описании, посмотрите ссылочки. Там я скину вам сайты, где вы можете найти работу. Разные цены, разное время работы. Привет, братик. Да, технические. А, это просто словарь, что постоянно лезет. Да, работа. Ну, тихо, ну, давай уже после бизнеса, что ты начинаешь. Работа. Если вы студент, то это не является проблемой. Найдите вам работу, даже если у вас нет образования, вы первый курс или второй, без разницы. Вы спокойно можете найти работу. Отношения с моряков. Да, только надо знать немного язык всё-таки, так как в другой стране. Но у нас есть плюс. Мы знаем русский, украинский. Потому что к этому, когда ты приходишь на работу, то, ну, как он, как называется, человек, который тебя нанимает? Работодатель. Чем больше знаешь языков, это всегда тебе плюс. Что ещё? Работать можно, ты сам выбираешь себе график, ну, как бы, по тебя больше подстраиваются. Зарплаты хорошие, зарплаты больше, чем у нас. Поэтому приезжайте работать. Вы что, не приезжайте, потому что мы сами себе работу пока не можем найти? Так, это мы умолчим. К минусам я бы отнесла отношения поляков к футболу. Они просто бешеные. Когда у них происходит футбол, лучше не выходить на улицу, если ты хочешь остаться живым. Очень новая милиция стоит, и если к тебе вдруг подойдут просто кого-то болеешь, всегда ты чалеги. Иначе тебя могут ударить, несмотря на то, что ты девушка или нет. Мне просто бешено. Творится ужас, короче, на улицах. Да, бывает. А ты просто ещё не видела? Да, ну, я так чуть-чуть совсем видела. Но мне уже не понравилось, так сказать. Я вообще футбол не люблю. Вот. Забирай свои лайки. Она не любит футбол, вы этого не слышите. Ладно, 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 хорошо. Я обожаю футбол. Плюсом я бы... Ну, может это плюс, может минус. Я бы отнесла то, что поляки, в принципе, очень простые. Даже если там кто-то мажор какой-то, то всё равно она этого не показывает. Она относится просто к людям. Не то, что у нас там все, короче, понты сразу кидают. Ну, всё понятно, роля включают. Но тут такого нету. Девушки вообще тут очень простые. В повседневной жизни они не красятся. Одеваются очень просто. Мы к такому не совсем привыкли. Ну, так. Привыкли же привычные. Ну, блядь. Я просто привыкла, зачастую, выглядят лучше, чем они. Ну, я шучу. Я шучу. Вот. Лучше. Так. Плюсом, к плюсам я вообще, наверное, отнесла контракт на квартиру. Когда мы заезжаем в квартиру, мы платим за первый месяц. Также мы платим кауцину. Кауцин... Да, да. Из этих денег то, что вы сломали. А если вы всё оставили в порядке, или как оно было, хотя бы, то тогда все деньги возвращаются к вам. Ну, или в нашем случае, когда мы оставили в порядке, и ещё добавили кучу всего. Накупили тут полквартира, обустроили. Ну, да, ничего страшного. Ладно. И, кстати, если вы ищете жильё, также вы можете в описании посмотреть ссылочки. И я вам скину, где можете их ныть. И где может быть жильё. Да. К минусам я бы отнесла то, что... Ну, как? Опять же, это для нас минус. Поляки к этому привыкли, всё нормально. Но по праздникам здесь не работает абсолютно ничего. Я уезжала домой на Украину 24-го числа, когда здесь было Рождество и к ним. Не смогла купить себе ни еды в дорогу. Не смогла распечатать билеты. Меня еле посадили в автобус. Но бывают с этим проблемки, конечно. Ну, надо к этому просто привыкнуть и головой думать, чтобы заранее что-то делать, конечно. Иногда работают маленькие магазины, но, как правило, заправки работают. Но тоже, если вам очень приезжают... Ну, на заправках их три раза дороже, как бы. Да. К минусам я бы отнесла то, что в Варшаве очень дорогие услуги. Например, парикмахерскую сходить и выделать ногти – это очень-очень дорого. Поэтому ребята с Украины приезжают и открывают свой здесь бизнес. У них намного дешевле цены. И они делают более совестно. Ну, а также здесь не только дорогие услуги, но и дорогое жилье. Да. Ну, так, к примеру, чтобы снять двухкомнатную квартиру вместе с коммунальным, ну, это обойдется где-то в две тысячи злотых. Это если перевести на гривного? Ну, это около 13-14 тысяч гривен в месяц. Ну, это, конечно, очень даже немало. Студенты-мажоры. Студенты-мажоры, ну, как бы на квартиру им хватает, но кушают они сосиски. Ну, ничего страшного. Ну, это, конечно же, в Варшаве. Чтобы сравнить, в каких-то городах поменьше, можно снять квартиру дешевле. Где-то за полторы тысячи злотых можно снять двухкомнатную квартиру, например, в Гоце. Ну, это же нормальный город, почему бы и нет. А, да. Ну, там с работы проблемы. Да, да. Я бы с плюсом отнесла то, что в Варшаве есть, ну, не только в Варшаве, в Польше, есть такие автобусы, называется «Польский бурт». Они проводят дважды в год акцию. Они продают билеты по одному злотому. Вы можете поехать по Польше в любой город. И еще, вроде бы, в Берлин и Прагу за один плот. Это на гривну 7 гривен. 7 гривен. Да, в одну сторону. Это очень классно, потому что ты живешь в Европе, и у тебя есть еще возможность попутешествовать. Приезжайте. Все, в принципе, люди думают, что украинский и польский язык, они в принципе похожи. Ну, может быть, не в нашли какие-то слова и похожи. Если ты приезжаешь с Украины и вообще не знаешь польского языка, ты, может быть, можешь уловить как бы суть того, что тебе говорят какие-то слова, понять, что-то ухопиться, короче, и хоть что-то понять. Но даже если ты с Украиной, это тебе не облегчает обучение польского языка, потому что он достаточно сложный и своеобразный. Нельзя сказать, что они похожи. Ну, то, что, похоже, пару слов там, вообще ничего не значит. Ну, есть еще такие каверзные слова, когда ты говоришь, например, что диван. Да, помнишь. Диван. Это диван у нас, а у них это ковер. Или ковер у нас это ковер. Раньше люди сидели на стенах, сейчас уже лежат на полу. Да, а у них это икра. Но об этом я вам расскажу в следующем видео. Пождите. Да. Так, ну и пора бы поговорить про учебу. Все-таки мы студенты. Мы сейчас учимся в высшей школе финансов и поддерживаемых зданий. Университет, в принципе, неплохой. Лично меня все устраивает. Машу, конечно, не так все устраивает. Но я пока на первом курсе, а она на третьем. Может, я еще не заметила многих, как бы, недостатков. Ну, в университете баллонская система образования. И, в принципе, очень много студентов из-за границы. И преподаватели зачастую это понимают, очень поблажливо относятся. Баллонская, да, извини, что перебиваю. Баллонская система образования – это то, что мы ходим в универ 2-3 раза в неделю. У нас только основные предметы. У нас нет каких-то ненужных предметов. Поэтому, ну, в общем-то, учимся, да. Ой, мы так вот учимся. Экзамены, да. Да, да, да. Предподаватели очень поблажливо относятся. И, как бы, если ты с первого раза не сдаешь экзамен, то тебе дают возможность второй раз пересдать экзамен бесплатно. Иногда даже третий. Но потом тебе уже приходится платить, как бы, за то, чтобы пересдать экзамен. Но, что сказать про деньги? Взяток в нашем универе не берут. На куда? Ну, я не знаю про других, да. За нашего уверенно сказать, что взяток не берут. И это плюс. У нас был случай, когда мальчик хотел заплатить за экзамен. Преподаватель сказал, хорошо, вышел и пришел уже с ректором его просточифли. Депортировали пацана. Да, это не самая приятная ситуация. Цены, цены в универе. Мы платим 4000 влотых. Это на рубли это 60 или 70 тысяч рублей. А гривен... Это 26 тысяч гривен. Я могу сказать, что по отношению к моему городу, городу Испатория, это цена... Здесь в Польше меньше, но как бы можно сравнить и Платория, и Варшава. Как бы, ну, несравнимо. Как бы, цена отличается, образование тоже отличается, и в конце у нас будет диплом с возможностью работать в Европе и в... В Америке, возможно, да. Ну, что сказать про мой город? Я строю Мароха, и, в принципе, здесь обучение в два, может быть, даже в три раза дороже, чем у нас. Может, это какое? Ну, да, естественно, это... Я надеюсь, что оно того стоит. Ну, у нас можно учиться за 12, за 10 тысяч гривен. Ну, конечно, исход от этого будет нулевой, как бы. Можно поступить на бюджет. А здесь, кстати, нет бюджета для украинцев. Только если у тебя есть кто-то в ряду поляк, у тебя есть карта поляка, то это ты можешь учиться бесплатно. А так, как правило, нет. Ну, даже если ты поступишь на бюджет у нас, ты взяток надаешь столько, сколько можно было поплатить здесь на другое обучение. Зачастую. Так, что еще, что еще? Пожалуй, плюсы можно отнести, это что в Польше очень много парков, лесов и бесплатной библиотеки. Ага, плюс. Я там каждый день зависаю, честное слово. Нет, у нас это редкость. Только если это университет, я не знаю, где библиотеки в городе. А у нас книжка снова на спады. Так, так, так. Да, парки и леса, есть еще детские площадки, к сожалению, мы их разграбливаем. Плывают, да. Да, у нас в детстве такого не было. В детстве было очень, конечно, деревянные игрушки, но вы знаете. Да. Огромный плюс, как для меня, это то, что в Польше очень вкусная выпечка и очень вкусные сладости. Я вот в Критбасе когда была, я вообще сладкое практически не ела, но мне так не нравилось. Я солененькое больше люблю. Но я приехала сюда и плотненько так подсела, что сама стала плотненькой такой. Мне кажется, все просто приезжают, и после первого курса становятся плотненькими. Ну да, да, очень вкусно. И в принципе, недорого. К минусам. Поначалу я бы отнесла то, что когда мы приехали, нас пугал бой пожарной системы и полиции, скорые. Они нормально носятся по городу, ты сидишь спокойно, такой динь-динь-динь-динь. Вот это целая шанская именно. Именно так оно все измучило. Оно очень громко, я как-нибудь постараюсь снять, что я могу показать. А машины, когда стоишь в пробке, то машины рассты... Допустим, у меня была такая ситуация, я была в автобусе, и ехала скорая. Машины просто все растопились по вокалу и пропустили скорость. Ну, мне кажется, это правильно. И то, что как у нас, нас бы скорее устроили бы гонки, кто быстрее доедет. И это минус у нас, но плюс больше. Ну да, я зато из-за этого звука нам не раз приходилось по ночам вставать, конечно. Да. Ну, может, это и хорошо. Может, они всегда успевают спасти там человека, что-то такое. Ну, мы сейчас уже, ну, привыкли уже. Да, да. Поначалу были такие немножко. Уже уже у нас закрепли, так сказать. Да. Что там, я хотела сказать, что минус, ну, лично для меня, потому что я не привыкла как бы следовать правилам. Здесь очень все строго, полиция очень строгая. И тут очень большие штрафы. Если ты переходишь на красный свет, да, еще не в положенном месте, то где-то штраф будет от 250 до 400 злотых. Если ты нам проехал в автобусе, ну, и в общественном транспорте без проездного, или электрикоза, который стоит, между прочим, 25 гривен на 20 минут, то тебя штрафов, если ты студент где-то на 160 злотых, если нет, то 200 с чем-то злотых, насколько я помню. Да, ну, мне кажется, хорошо, тогда ты более дисциплинирован. Да, ну, тоже, конечно, можно было поменьше цены сделать, а на 200 злотых могу это и за неделю жить. Ну, еще к плюсам, наверное, об этой плане, это избытка рекламы. Как у нас, ты ешь везде, там, купи то, сделай это, приди сюда. Ну, такого нет, ничего не навязывать. Ну, да, тоже так будет. Ну, в общем-то, это, наверное, все, что вы хотели сказать, да? Ну, вроде, да, я набрала. Ставьте пальцы кверху, подписывайтесь. Спасибо, Настя. Сюда рада помочь. Все ссылочки увидите в теканях. Все, целую плечи, до встречи. Давайте, пока.